МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. То, что нас объединяет праздник ко Дню народного единства, прошел в Пушкинке. Красный день календаря. 7 ноября – день Октябрьской революции 1917 года. Вторая домашняя игра сезона. Хоккейный клуб Саров обыграл старт со счетом 6-4. Далее расскажем обо всем подробно. 7 ноября в России – памятная дата. День Октябрьской революции 1917 года. В советское время Красный день календаря был одним из главных государственных праздников. Наша съемочная группа решила узнать, что знают и помнят об этом Дне жителей города. День 7 ноября – Красный день календаря. Праздник дня Октябрьской революции 1917 года знаком многим людям, которые родились и выросли в Советском Союзе. По 1991 год этот день был главным праздником СССР и выходным днем. История праздника закончилась с распадом Советского Союза и коммунистической идеологии. Спросим, что знают об этом празднике саровчане. Революция шли была. А что вы помните вообще об этом празднике? Демонстрации, песни, пляски. Очень хорошо раньше было. А сейчас один мужчина стоит, видели? У Ленина памятника. С флагом. Отмечает один. Совершились революции в 1917 году. Пошли власти коммунисты. Больше, в общем-то и ничего. Ну, то, что мы в школе знали. Ну, как думаете, почему до сих пор помнят эту дату? Ну, потому что для людей это очень значимо было. Они этот кусок жизни прожили с этими правилами, так сказать, жизнь с этими устоями. Поэтому, ну, я думаю, еще лет 20-15, наверное, идет это поколение, которое помнило это и жило при этом. Знаете ли, какой сегодня памятную дату отмечают в России? Нет. А слышали что-то про красный день календаря, 7 ноября, красный день календаря? Нет. Я не знаю. А что-то говорит про 7 ноября, красный день календаря? Ну, нет. Нет? Нет. А когда день был Октябрьской революции? Не знаю. Сегодня. А-а-а! Какой-то переворот в этот день. Какой? В 17-й год, может быть. Были демонстрации, были парады. Главное, ждали все это в праздник. И все было хорошо. И на демонстрацию ходили, и цветы несли, и кричали «Ура!». В школе не изучали? Нет. Нет, пока. Может, и в первом классе. А когда Октябрьская революция была, не знаете? Что-то вообще знаете об Октябрьской революции? Нет. Ну, вот это не говорили. Не, может, помню, но это было в первом классе. Все были такие довольны, пели песни, собирались около магазина «Гвоздика» и шли парадом, в смысле демонстрации. Было очень весело. Есть что вспомнить. А потом вечером отмечали все. Все праздники отмечали. Красный день календаря, 7 ноября. Я был и Октябренком, и Пионером, и Комсомольцем, и кем только не был. Поэтому я родом оттуда никакой. Вот поэтому помню еще. И то стал забывать, вы, наверное, заметили, да? В современной России день Октябрьской революции сначала переименовали в День Согласия и Примирения, а затем и вовсе упразднили. Но 7 ноября все же вошел в перечень памятных дат страны. То, что нас объединяет, патриотический праздник ко Дню Народного Единства прошел в детской библиотеке имени Пушкина. Юные гости мероприятия вспомнили героические страницы истории России, поговорили о национальном характере и символах государства и показали творческие номера. Подробности далее. Впервые День Народного Единства россияне отметили 4 ноября 2005 года. Но история праздника намного глубже. В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Именно этот день исторически связан с окончанием смутного времени в России в 17 веке. О корнях праздника, символах российской государственности, национальных традициях, библиотекаре Пушкинки поговорили с ребятами на познавательной игровой программе «То, что нас объединяет». Мы попробуем порассуждать с ребятами, со взрослыми о величии России, о силе родного языка, который объединяет народ об истории, традициях, близких, понятных каждому жителю нашей страны. А в ходе нашей программы пойдет разговор об особенностях русского национального характера и о тех качествах, которые помогали побеждать нашим предкам на полях сражений. Юные гости мероприятия вспомнили героические страницы истории России, силу духа и единение русского народа в непростые времена. В патриотическом празднике было место познавательным фильмам, песням и стихотворениям. И Светлана берется Россия. Ребята вели с библиотекарями оживленную беседу, отвечали на вопросы, обсуждали и делились мнениями. Были на праздники и веселые подвижные игры, как для групп, так и для всего зала. Я люблю Россию за то, что у нас очень красиво и что у нас все мирно, что у нас очень дружно, потому что она сильная и потому что она красивая. А что в некрасиво? В некрасивая земля. Я люблю Россию за то, что у нас народ мужественный и она красивая. И то, что у нас каждый народ помогает друг другу. В завершении мероприятия ребята всем залом спели песню шамана «Я русский». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Панно на кинотеатре «Россия» вошло в реестр произведений советского монументально-декоративного искусства Нижегородской области. В нем учтено 128 объектов, которые, в свою очередь, разделены на пять категорий, исходя из их художественной ценности. Это мозаики, ведражи из графита, росписи, рельефы, панно и скульптурная вывеска, служащие для оформления зданий советского архитектурного периода. Саровское панно «Защитники революции», изготовленное из металла на стене кинотеатра «Россия», художником Исмагилом Ишмаковым, в 1977 году занимает 94-ю строчку реестра. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Тиражирован на всю страну, сообщила главный внештатный онколог Федерального медико-биологического агентства Анна Кедрова. Саров стал первым из атомных городов, где в рамках пилотного проекта сразу тысячи пациентов проведут скрининг по методике, которую только начали запускать в России. Сбор деловой литературы для предпринимателей из новых регионов в рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» организовал Нижегородский центр «Мой бизнес». Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что на новых территориях сейчас развивается инфраструктура поддержки предпринимательства. Появляются центры «Мой бизнес». Местные предприниматели смогут получать меры государственной поддержки. Нижегородцы вместе с предпринимателями со всей страны могут собрать деловую библиотеку для своих коллег. Это могут быть книги о менеджменте, управлении, продвижении, бизнес-планировании. Приветствуются мотивирующие пожелания от дарителей на форзацы книг. Передать литературу можно до 30 ноября в областной центр «Мой бизнес», а также в Центр поддержки предпринимательства Сарова. Справки по телефону 9-92-64 и 8-991-831-77-66. Дожди и тепло до плюс 11 градусов ожидаются в Нижегородском регионе. До конца недели продлится пасмурная погода и частые дожди. При этом на улице будет достаточно тепла, обещают синоптики. Даже ночью столбики термометров не опустятся ниже отметки в плюс 6 градусов. Дожди прекратятся к четвергу 9 ноября. Тогда же начнет отступать тепло. В конце недели дневные температуры не превысят плюс 5 градусов. Влажность воздуха днем достигнет 80%, а ночью – 92%. Двух пешеходов сбили в Сарове на прошлой неделе. 4 ноября на Садовой водитель «Мерседеса» сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. 3 ноября сбили женщину на регулируемом перекрестке проспекта Музруково и улице Димитрово. Подробности далее. Ни шин, ни денег. Саровчанин заказал товар в интернете со стопроцентной предоплатой. После того, как 45 тысяч рублей ушли на счет так называемого продавца, сайт заблокировали, а продавец перестал выходить на связь. Другой мужчина, наоборот, нашел в кафе 3 тысячи рублей. Свою находку он отнес в полицию. Деньги вернули владельцу. Если вы нашли чужую вещь, документы, деньги, то лучше отнести находку в полицию, либо орган местного соуправления. Потому что с момента обнаружения чужой вещи, лицо, нашедшее данную вещь, несет за нее ответственность. И если не сообщить туда, то есть в полицию, либо в администрацию, и не пытаться найти хозяина, то в зависимости от конкретных обстоятельств можно попасть в ситуацию, где против вас будет возбуждено уголовное дело по статье кража. На прошлой неделе в полицию три раза поступали заявления о краже самокатов из подъездов, а также с территории, прилегающих к дому. Полицейские напоминают, что важно хранить документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда, детской коляски и самоката. Помните, что покупая велосипед, детскую коляску, самокат без документов, вы рискуете стать хозяином краденого средства передвижения. Если документов по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы, а также само средство передвижения. Хотелось бы напомнить жителям еще раз о том, что нельзя оставлять свои самокаты, даже если вы самокаты, велосипеды, детские коляски и все остальное, около своих домов, не то что на ночь, но и даже на совсем короткий промежуток времени. Если вы оставляете свои средства передвижения, и при этом их никто, грубо говоря, не присматривает, то, отойдя даже на несколько минут, необходимо пристегнуть их запирающим устройством. На минувшей неделе в Сарове зафиксировали три ДТП с пострадавшими. 2 ноября водитель «Опель Зафира» на регулируемом перекрестке проспекта Музруково и улицы Димитрово сбил женщину, которая не успела перейти проезжую часть, на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП она получила многочисленные телесные повреждения. Ее госпитализировали. Вторая домашняя игра сезона. В минувшие выходные хоккейный клуб «Саров» скрестил клюшки с принципиальным соперником – командой «Старт» и «Станшаева». Валидольная игра держала болельщиков в напряжении до последней минуты. Подробности далее. Гол в наши ворота на первой минуте матча. Так началась встреча хоккейного клуба «Саров» с принципиальным соперником – командой «Старт» и «Станшаева». «Саров» медлить не стал и сравнял счет, отправив шайбу в ворота противника. За несколько минут до перерыва нашей команде удалось вырваться вперед. Первый период закончился со счетом 2-1. Начали неплохо, кстати, забили на ошибки соперника в первой же смене, на первой минуте. И так же быстро пропустили со сбрасывания почти удаление. И получаем через минуту, наверное, не уже точно. Сейчас не вспомним. Неплохо начали. Знали, что будет тяжело первый период. Хозяева дома играют очень здорово. Полные трибуны, плюс, оказывается, дорога все равно, мы тут до этого добираемся. Поэтому знали, что будет тяжело первый период, и, считаю, неплохо начали. Несмотря на то, что «Старт» играл неполным составом, соперники держались уверенно, не давая хозяевам расслабиться. Второй период исход игры не определил. Противники не отдавали друг другу преимуществ. На перерыв ушли со счетом 4-4. Валидольная игра продолжилась и в последнем периоде. Здесь Саров уже не подпустил старт к своим воротам. А вот ворота противника атаковали регулярно, забросив туда две шайбы. Финальный счет игры 6-4. Самый молодой игрок команды Никита Царьков в этой игре забросил свою первую шайбу в высшей хоккейной лиге области. Мы готовились усердно к этой игре, чтобы порадовать зрителей наших и сыграть на больший счет. Разрыв шайбы. Помог тренер. Подсказывал нам, как играть в обороне, чтобы убежать в контратаку и забросить шайбу. Продержать победу. Следующая домашняя игра пройдет 18 ноября. Саров скрестит клюшки с хоккейным клубом «Автотранс». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!